МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости в эфире информационного канала Севастополя в студии Арсений Ковалевский. Смотрите в этом выпуске. Подготовка к курортному сезону и увеличение городского бюджета. На очередном заседании правительства принят ряд постановлений. Цели и задачи русской литературы. В рамках фестиваля русской словесности точка сборки провели круглый стол. Красота и сила. Севастопольский бодибилдер Олег Кокорин взял серебро на чемпионате Европы в Испании. После запуска четвертой нитки энергомоста все ограничения по электроснабжению Севастополя сняты. Проанализировав ситуацию с энергобалансом, глава города примет решение о прекращении режима ЧАЭС. Информацию в четверг на заседании оперативного штаба отзвучил заместитель губернатора Алексей Еремеев. Правительство проанализирует работу всех служб и департаментов в режиме работы энергобраклады, например, выявление и устранение недостатков. Что же касается дальнейшей судьбы дизель-генераторов, где из них, которые установлены на объектах социальной сферы, оставят на прежних местах, чтобы в случае возникновения внештатных ситуаций вновь запустить. Все остальные резервные источники питания, в том числе ранее задействованные на запитку жилых домов, законсервируют и переместят на специальную площадку для хранения. Уже в этом году в Севастополе количество туристов будут учитывать специальные датчики. Департамент приоритетных проектов намерен внедрить новые технические средства мониторинга. А пока еще по старой системе сводных данных. За майские праздники Севастополь посетила 250 тысяч человек. Информацию озвучили на заседании правительства в четверг. Кроме того, стало известно, городской бюджет на 2016 год предлагают увеличить практически на 5 миллиардов рублей. Исполнительная власть согласовала поправки. С подробностями наши корреспонденты. Правительство Севастополя подготовило проект поправок городской бюджет на этот год. Документ направят на согласование в Минфин и законодательное собрание. Сумму на 2016 предлагают увеличить почти на 3,5 миллиарда рублей. Это за счет дополнительных доходов, полученных по итогам первого квартала, и на 2 миллиарда, которые безвозмездно поступят по программам федерального бюджета. Из этих средств правительство предлагает добавить 25 миллионов на приобретение спасательной техники, еще 230 миллионов на отрасль здравоохранения, 380 миллионов рублей на образование. Деньги пойдут на ремонт устаревших помещений, строительства новых объектов, закупку техники, инвентаря. Расходная часть бюджета увеличивается на 5 миллиардов 300 миллионов рублей. И вот это изменение, это, наверное, самое глобальное изменение за последнее время. Объем расходов 30,5 миллиардов рублей. Вы знаете, коллеги, для города Севастополя с его населением не очень большим, это очень приличный бюджет, я вам могу сказать. Там, конечно, в основном проектно-изыскательская работа, но вы понимаете, для того, чтобы что-то делать, для чего нам нужно произвести проектно-изыскательские работы. Большие средства предназначены, допустим, для департамента городского хозяйства, почти 800 миллионов рублей. Там серьезные средства на департамент здравоохранения, я уже говорил, там и ФАПы, и все остальное. На департамент образования, порядка 400 миллионов рублей только в одной из таблиц. Их 8 таблиц, действительно, очень просто, очень много информации. Мы очень плотно, долго работали с этим документом. Туристов в Севастополе подсчитают специальными датчиками. Сейчас выборка делается под данным, представленным отелями и музеями. По предварительной информации, на майские праздники город посетило 250 тысяч человек. Департамент приоритетных проектов надеется в этом году внедрить новые технические средства для мониторинга посещаемости Севастополя, не только во время курортного сезона, но и в межсезонье. Наиболее посещаемых местах будут ставить датчики подсчета автоматические, которые дают возможность оценить посещаемость тех или иных мест. Каждый из гостей города, как правило, проходит мимо памятника за топливным кораблям и обязательно датчик, установленный там, будет его прочитывать. Конечно же, есть погрешность, с учетом того, что это излюбленное место и горожан, не только гостей, но так или иначе, эти данные будут предоставлены. Мы планируем утвердить схему в ближайшее время, в знаковых местах устанавливать ее. Кроме того, на заседании правительства Севастополя принято постановление о создании государственного автономного учреждения «Центр развития туризма», которое будет заниматься поддержкой и продвижением туристических продуктов. Анастасия Шульга, Анна Малышко, Делевер Меджитов, информационный канал Севастополя. На историческом бульваре появилась новая розовая клумба. Кусты чайных роз высадили у памятника защитникам Язоновского редута. Акцию инициатором которой стали севастопольские активисты поддержал герой России Антон Шкаплеров. Вместе с молодежью высадил более десятка кустов, которые расцветут уже к концу этого месяца. Инициатива – часть программы молодежной организации «Бастион», направлена на облагораживание и очищение города. Тему продолжит Анна Леготина. До недавнего времени клумба у памятника защитникам Язоновского редута на историческом бульваре пустовала. Теперь на ней красуется больше десятка чайных роз. Посадили их активисты молодежной организации «Бастион» вместе с героем России, космонавтом-испытателем Антоном Шкаплеровым. Он отмечает, никогда не отказывает молодому поколению на предложение поучаствовать в подобных акциях. И всегда поддерживает патриотичные инициативы. Особенно, когда речь идет о таком легендарном месте. Этот город всегда был в розах, в цветах. Наш белокаменный Севастополь. И сейчас смотрю, что этим занимается молодежь. Посадить именно цветы в таком памятном историческом месте, где находится наша знаменитая панорама Севастопольской обороны – это, конечно, великая честь. Язоновский редут входил в систему укрепления 4-го «Бастиона» в 1854-1855 годах. На возвышенности, где сейчас находится памятник в период 1-й обороны Севастополя, располагались батареи. Сам обелиск здесь поставили в 1950-х. В те годы клумбу возле него украшали яркие розы. Спустя много лет традицию решили возобновить. Это наши герои, это наша память. И мы должны ее чтить, должны сохранять ее. Я очень благодарен всем участникам акции, кто поддержал инициативу «Бастиона» и пришел сегодня для того, чтобы высадить с нами розы. Сейчас дни победы. Скоро приближается праздник исторического бульвара. Я считаю, что мы должны и исторический бульвар, и наш город к этому дню сделать только лучше. На высаженных кустах уже видны бутонный роз. По словам специалистов, зацветут они в ближайшие недели. А значит, в канун Дня исторического бульвара, который пройдет 5 июня, севастопольцы и гости города смогут насладиться не только выставками, экскурсиями и концертами, но и цветущими клумбами из роз. Анна Легоцина, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. В Севастополе подвели итоги работы общественного движения «Доброволец». Возглавляет организацию севастопольский предприниматель Дмитрий Голиков. Вместе с коллегами, партнерами по бизнесу и частными инвесторами он создал площадку для реализации различных проектов. Все они связаны с благотворительностью. Кроме того, на повестке дня рассмотрели еще два вопроса. Подробности знает Анна Брачева. Основная деятельность общественного движения «Доброволец» – помощь незащищенным слоям населения, а также людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. За годы работы активисты охватили вниманием порядка двухсот севастопольцев. Оказывают помощь предприниматели, бизнесмены и частные инвесторы. Старались помогать людям. Получалось, определенному количеству людей нам удалось за этот период помочь. И помогаем, поставили это на постоянную основу. К нам присоединяются предприниматели, имущие, скажем, люди. Поэтому я считаю, что наше движение развивается и довольно-таки успешно развивается. Первый вопрос повестки дня приняли. Работу общественного движения «Доброволец» участники конференции оценили удовлетворительно. После перешли ко второму – подписанию соглашения о сотрудничестве между региональным отделением политической партии «Единая Россия» и общественным движением «Доброволец». С такой инициативой выступил секретарь партии Борис Колесников. Соглашение о сотрудничестве между политической партией «Единая Россия», которая имеет определенный ресурс, и общественным движением «Доброволец». Нам ведь уже не раз приходилось решать какие-то вопросы, которые общественники не могли решить в силу того, что у нас есть как у депутатов, как у членов партии определенные властные полномочия, которыми мы можем пользоваться. Но пользоваться для благого дела, которым занимается «Доброволец». И вот сейчас мы немножко формализуем это дело, подпишем соглашение, чтобы люди чувствовали себя более уверенно, обращаясь к нам, а мы к ним. Участие в мероприятии приняли представители Законодательного собрания Севастополя и почетные гости – сенатор Федерального собрания Андрей Соболев, а также летчик-испытатель Антон Шкаплеров. После того, как подведут итоги за год, все, что они проделали, поставят задачи, видимо, на следующий год своей работы, должны определиться с кандидатом, с тем кандидатом, за которого они будут бороться, которым будут помогать в этой предвыборной кампании депутаты в Государственную Думу. Я всецело разделяю все три пункта повестки. Для меня особенно отрадно, что третий вопрос, по-моему, тоже будет принят и нам немножко осталось ждать. Это очень важный политический шаг. Здесь дело в осознании государственной важности этого поста, который Севастополь будет представлять Антон Николаевич Шкаплеров. После подписания соглашения, председатель общественного движения «Доброволец» Дмитрий Голиков утвердил решение о поддержке кандидатов депутата от Севастополя Антона Шкаплерова на предварительном голосовании Всероссийской политической партии «Единая Россия» 22 мая 2016 года. Анна Брачева, Делевер Меджитов, информационный канал Севастополя. Проблемы современной русской литературы обсудили в ходе круглого стола, организованного в Центральной библиотеке имени Льва Толстого. Мероприятие прошло в рамках фестиваля русской словесности «Точка сборки». Литераторы отметили снижение книгоиздательства, посещение читателями библиотек и книжных магазинов. Современная литература в большинстве своем стала заказной и не отвечает традиционным представлениям о русских авторах. Соорганизатор фестиваля Юрий Милославский подчеркивает, в современной России разрушено триединство литературы – писатель, читатель и критик, что приводит к плачевным результатам в развитии современной словесности. Организаторы ставят перед собой цель – дать толчок к развитию интеллектуального творчества. Круглый стол двойной. Первая – это общая тема – сегодняшний литературный процесс в России за последние 25-30 лет. А дальше идет органический, он переходит в обсуждение роли Крыма в русской литературе. Участники фестиваля отмечают – с вхождением Севастополя и Крыма в состав Российской Федерации ощутили прилив новых сил. Это событие дало толчок к развитию словесного творчества и показало всем, что полуостров – неотъемлемая часть России. Для меня это, в общем-то, потрясение, потому что это город совершенно необыкновенный, я такого города никогда не видел. Это город, в котором я не понимаю, как люди вообще умирают. Это невозможно, по-моему. Здесь вот все дышит жизнью. Может быть, даже стоит надеяться, что Севастополь станет таким местом притяжения для русской национальной элиты, литературной, культурной элиты, которая будет приезжать сюда, будет устраивать тут форумы, будет разговаривать друг с другом, потому что это исключительно благоприятное место. И в плане исторического прошлого, и в плане пространства, и в плане ландшафта. Поэтому мне кажется, что этот фестиваль первый, что называется, не комом. Первый блин не комом. Он удался, он получился. Впереди еще три дня работы, и, я думаю, будет много открытий. 43 жителя нашего города в рамках проекта «Севастопольские рассказы» прочтут одноименное произведение русского классика Льва Николаевича Толстого. Участники – люди, которые внесли вклад в воссоединение полуострова с Россией в 2014 году. Выбор произведений не случайный. Почти 200 лет назад известный русский писатель участвовал в первой обороне Севастополя в ходе Крымской войны. Толпы солдат несли на носилках и вели под руки раненых. На улице было совершенно темно. Только редко-редко где-то светились окна в госпитале. Акции «Севастопольские рассказы» привлечь жителей к изучению истории нашего города и заинтересовать творчеством Льва Толстого. Чтение происходит в рамках всероссийского проекта «Библия-ночь». Каждый участник исполнит по одной главе из произведения русского классика. Проект направлен на популяризацию русской литературы. Классики среди молодежи, среди заинтересованных. Потому что век современных технологий иной раз молодежь не доходит до книги, не читает. Если это будет телевидение, интернет, я думаю, много молодежи будет возможность ознакомиться с произведением. А может у них далее возникнет желание перечитать эти севастопольские рассказы. Севастопольские рассказы, написанные Львом Толстым в Севастополь на четвертом бастионе – это что-то такое очень родное и близкое для каждого севастопольца. Это частичка нашей души, частичка нашей героической истории. Я думаю, что это будет интересно посмотреть севастопольцам. И я очень благодарен организаторам за то, что мне удалось поучаствовать в этом замечательном проекте. К новостям спорта. В Севастополе готовятся к масштабному пробегу по центру города. 29 мая пройдет фестиваль «Велопобеда-2016». Впервые его провели в прошлом году. В 2015-м участие в акции приняло 750 человек из Севастополя, Симферополя, Бахчисарая, Москвы и Германии. В этом году организаторы ожидают более тысячи любителей двухколесного транспорта. Главная цель мероприятия – привлечь внимание к велодвижению в Севастополе. Участники фестиваля выступают за создание велодорожек и велопарковок в городе. Владислав Волков в прошлом году в колонне вместе с сотнями других участников прокатился по центру города, чтобы показать. В Севастополе велосипедистов много и с ними надо считаться на дороге. Парень с нетерпением ждет фестиваля «Велопобеда-2016». Уже начал тренировки. Старается ежедневно проезжать хотя бы несколько километров, чтобы к пробегу быть в форме. Тем более погода для путешествий на двухколесном транспорте располагает. Мне понравилось, как организаторы организовали прошлый велопробег. Было очень много народу. Хорошая была атмосфера. Когда ехала с дома, все здоровались, велосипедисты друг с другом. И я надеюсь, что в этом году будет тоже очень все хорошо. Велопобеда-2016 пройдет 29 мая. Сбор участников в 10 часов утра. Старт в 11. Движение начнется с площади Нахимова. Маршрут пробега тот же, что и в прошлом году. Площадь Лазарева, Большая Морская, Ушакова, Гоголя, проспекта Стрякова. У торгового центра «Океан» участники фестиваля разворачиваются и возвращаются на площадь Нахимова. Маршрут занимает порядка 40 минут. По сопровождению на протяжении многих лет уже выработался такой сценарий, как нас сопровождают сотрудники ДПС. Спереди едет машина ГАИ, ДПС. И сзади замыкает. ДПС стоит перед машиной скорой помощи. То есть движение в течение всего мероприятия по городу не перекрывается. Все машины едут за колонной. И еще со стороны ДПС по сотруднику стоит на каждом выезде и въезде на дорогу. Со второстепенной. Главное, если есть какие-то светофоры, то на светофорах. «Велопобеда» – это не только пробег любителей двухколесного транспорта, но и целый праздник для велосипедистов. Помимо путешествия по центру города, участников фестиваля ожидает масштабная развлекательная программа. У нас будет и огромная подушка для экстремальных прыжков, и снова мы привезем вылеты для BMX. И сам велопробег, программа после велопробега окончится для желающих участием в квесте. По всероссийской программе «Дорогами Победы» все желающие смогут еще на пару часов продлить себе праздник. Регистрация участников фестиваля начнется 20 мая по адресу генерала Петрова, 8. Каждый велосипедист должен расписаться за технику безопасности и указать свои личные данные. Тогда ему выдается номер. Те, кто не успел зарегистрироваться заранее, может это сделать перед началом пробега. 29 мая в 10 часов утра. Для этого на площади Нахимова будут установлены специальные стойки. Главная цель фестиваля – заявить о севастопольском велодвижении, поддержать всех любителей и профессионалов, ежедневно передвигающихся по городу на двухколесном транспорте. На мероприятии ждут и обычных граждан, которые не ездят на велосипеде каждый день, но хотели бы делать это чаще. В 2015-м, по официальным данным, в фестивале приняли участие 750 человек из Севастополя, Симферополя, Бахчисарая, Москвы и Германии. В этом году организаторы ожидают более тысячи велосипедистов. Велодвижение в Севастополе набирает обороты. Все больше горожан выбирают активный образ жизни и пересаживаются на двухколесный транспорт. Поддержать велосипедистов призван фестиваль «Велопобеда». Стать участником масштабного велопробега по центру Севастополя может каждый. Список требований к участникам минимален. Возраст старше 14 лет, велосипед и защитная экипировка. Организаторы фестиваля позаботились и о велосипедистах с детьми. Для ребят младше 14 лет, которые не могут принимать участие в пробеге, предусмотрена своя программа. На время путешествия колонны своих чат можно оставить на площади Нахимова. Здесь их будут развлекать аниматоры. Хелена Корнухова, Деливер Миншитов, информационный канал Севастополя. В Севастополе завершился ежегодный турнир по художественной гимнастике «Морская звездочка». В седьмых по счету соревнованиях участвовали свыше 100 воспитанниц городских спортивных школ. Возраст конкурсантов от 4 до 16 лет. В обязательной программе два или три выступления с предметом и без. Об одном из самых грациозных видов спорта в репортаже Анастасии Синицы. Для 15-летней Арианы Айрат это уже не первое соревнование, но волнение на пределе. Чтобы покорить зал не только красивым костюмом, но и мастерством, тренировалась ежедневно. Залог успеха – поддержка родителей и тренера. А талисманы – предметы, с которыми придется выступать. Меня поддерживают мои близкие, мой тренер Татьяна Васильевна. Я очень им за это благодарна. Когда я выхожу на площадку, они за меня болеют и держат колочки. Благодаря им я выступаю хорошо. Когда перед выступлением человек очень сильно волнуется, он может спать с предметами. Некоторые их целуют, некоторые их моют. Это некоторые секреты успеха. Валерия Верецы занимается художественной гимнастикой 9 лет. Каждый год участвует и побеждает в городских и республиканских турнирах. О любимом виде спорта говорит – это сплав музыки и грации, одновременной женственности и силы. Больше всего нравится выступать с лентой. Номер получается зрелищным и технически сложным. Лента – это очень сложный предмет, потому что, когда ей крутишь, она очень сильно запутывается. И из-за этого гимнастка теряет очень много баллов. Но и в то же время она очень женственная, потому что у нее очень красивые изгибы. Она очень плавлена и красива в то же время. И как бы гимнастка завораживает этот предмет гимнастку. Чемпионами не рождаются, а становятся, отметил почетный гость турнира – космонавт-испытатель, герой России Антон Шкаплеров. Участницам пожелал упорно трудиться, не бояться сложностей и в будущем достойно представлять страну на состязаниях международного уровня. Это очень сильные, очень целеустремленные спортсмены, которые будут, если продолжать добиваться своей цели, они обязательно до нее дойдут. И сегодня это первые, может быть, кого-то даже первые медали за третье, второе и первое места – неважно. Но я думаю, что в будущем мы услышим в наших гимнастах не только внутри российском чемпионате, чемпионате России, но и на мировом уровне, включая, естественно, Олимпиаду. Соревнования по художественной гимнастике «Морская звездочка» уже седьмые по счету. В этом году турнир собрал более ста конкурсантов из всех спортшкол города. На протяжении двух дней гимнастки от 4 до 16 лет соревновались в 12 возрастных группах. Судьи отмечают, оценивать старались, как на Олимпиаде – строго и безапелляционно. В первую очередь обращали внимание на техническую составляющую – артистизм, умение владеть телом и предметом. Самое главное – исполнение элементов судят по карточкам. В карточках заявлены элементы, которые гимнастка должна выполнить. А вот, соответственно, если она выполняет этот элемент, судья ей засчитывает. А потом подводится итог по сумме баллов. Гимнастки должны быть грациозными на площадке, смотреться красиво, опрятно, в красивых купальниках, ну и, соответственно, улыбаться. Организаторы надеются, в следующем году морских звездочек художественной гимнастики станет еще больше. Ожидается, что участвовать будут спортсменки из других городов. Анастасия Синица и Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. Севастопольский атлет Олег Кокорин занял второе место на чемпионате Европы по бодибилдингу. Соревнования проходили в Испании. Наш спортсмен, выступавший в весовой категории до 95 килограммов, показал отличную форму, уступив лишь Луису Лоренто, бодибилдеру из Италии. С серебряной медалью и успешным стартом соревновательного сезона Олега Кокорина уже поздравили российские коллеги и представители Федерации бодибилдинга Севастополя. К этому часу это все новости, а за дальнейшим развитием событий следите вместе с информационным каналом Севастополя. КОНЕЦ